Всем привет! Я Рита Мурадова и это мой канал на YouTube. И сегодня я расскажу вам о том, как я редактирую фотографии для своего инстаграма. У меня в последнее время многие об этом спрашивали, поэтому я решила с вами поделиться. Вот так, если кто не знает, выглядит мой инстаграм на данный момент. Итак, что я обычно делаю? Мы с Дашей, с моей ассистенткой очень много фотографий в самом начале делаем, затем я выбираю те, которые мне больше всего понравились в избранной. И сегодня я покажу, как редактирую несколько видов фотографий. Одна из них это предметка, другая более крупный план и третий это полный рост. Ну, в моем случае такой средний полный рост. Я использую несколько программ или несколько приложений на телефоне. Snapseed, PascuaCam, Facetune и Darkroom. Это основные приложения, которыми я пользуюсь. И потом уже парочку моментов делаю в инстаграме, это я тоже покажу. И что интересно, все эти фотографии вы, кстати, уже видели у меня в инстаграме, поэтому вы можете теперь сравнить, как они выглядели до. Я захожу всегда сначала в Snapseed, открываю из галереи в избранном ту фотографию, которую буду редактировать, пользуюсь следующими инструментами. Коррекция, добавляю яркости. Чтобы добавить яркости в этом приложении, вам нужно просто вправо или влево двигать курсор. Дальше, яркость до конца, вот так вот я никогда не добавляю, потому что пересвет получается, поэтому где-то оставляю на середине. Вот Даша мне прислала сообщение. Где-то оставляю на середине. Дальше добавляю контрастности. Дальше меняю световой баланс в сторону плюса. Это как раз тот случай, для чего вам нужны темные фотографии. Как видите, я выбрала все более затемненные фотографии. В световом балансе вы меняете передний план и делаете его более светлым. Для чего это нужно? Для того, чтобы в первую очередь высветлить лицо. И вы увидите, что я делаю еще больше этого. Итак, это сохранили. Следующее, что я делаю в этом же приложении, я беру кисть, экспозицию меняю на 0, плюс 0,3, слегка увеличиваю лицо и, как видите, немножко его осветляю. Не знаю, видно вам или нет. Я думаю, что видно, да, видно. Я делаю его более светлым. Я всегда вывожу лицо на передний план. Естественно, не по-сумасшедшему, поэтому экспозиция у меня не 0,7, а 0,3. Но достаточно, чтобы посмотреть и увидеть, больше мне нужно или нет. Дальше я высветляю весь передний план. Соответственно, и платье, и руки, и стол, и чашку. И приблизительно на этом останавливаюсь. Иногда могу вернуться и еще раз делать после того, как сохранила предыдущее. Опять же, увеличиваю и очень аккуратно, иногда под глазами. Для чего это нужно? Опять же, чтобы высветлили просто лицо. Потому что, когда лицо в темноте, лично для меня фотография не очень интересна. Все. На этом я закончила. Это такая предварительная редакция. Я сохраняю картинку. Я сохраняю копию. Это очень важно, чтобы вы оригинал все-таки оставили, если вам что-то не понравилось и могли вернуться. После этого, картинка у меня сохранена. Я иду в следующий редактор, которым я пользуюсь. Обычно это Dark Room. Для чего конкретно Dark Room я пользуюсь? Это для того, чтобы убирать желтизну и вообще какие-то цвета добавлять, какие-то более интенсивными делать, какие-то меньше. Я перехожу на желтый, как видите. Веду стрелку влево. Соответственно, вот если я сюда полностью выведу, вообще фотографии практически черно-белые. В общем, желтого совершенно фотографий не остается. Я так далеко не захожу. Но немного, вот здесь много желтого, вот чуть меньше. Я немного буквально убавляю, потому что не люблю очень много желтизны в кадре. И после этого же нажимаю экспорт. Опять же, сохранить копию. Иду в следующее приложение, которое я пользуюсь. Это Facetune. Открываю фотографию. Открываю последнюю. И что я в Facetune делаю? Самая главная причина для себя, с чем я им пользуюсь, это детали. Вот этот инструмент и сглаживание. Сглаживание кожи в данном случае. Я выбираю более интенсивное. Как вы знаете, у меня есть такие небольшие покраснения на носу. Я так аккуратно сглаживаю. И все. Руки, текстура. Ничего сумасшедшего. Вы увидите, что сразу картинка кажется менее зернистой и более качественной, что мне очень нравится. И это, кстати, вот этим сглажением еще можно пользоваться, если предметы зернистые в темном помещении. Вы или в более темной атмосфере фотографировали. Можно слегка это сглаживать. Так мне уже нравится. Что я теперь делаю? Я выбираю детали, как видите. Опять же, навожу на лицо. Слегка выделяю глаза, не слишком. И любые черты лица, которые мне хотелось бы выделить. Выделяю контур лица. Выделяю чуть больше волосы. Всегда немножко назад отхожу, смотрю, как это все выглядит. Потом выделяю просто детали на фоне себя, листву и так далее. Приближаю. Смотрю, что еще нужно выделить. Вижу одну небольшую деталь, которую оставила, которую нужно было бы немножко скрыть. Открываю ее. Чик, чик. Так, все. Фотография для меня уже смотрится более интересной. Добавляю чуть больше детализации на предметах. На этом останавливаюсь. После этого я опять же сохраняю эту фотографию, эту версию в пленку. Что я делаю дальше? Я перехожу опять в Snapseed. После того, как я отредактировала мелкие детали по яркости и другим моментам, я опять перехожу в Snapseed и добавляю яркости, потому что вижу, что мне ее не хватает. Делаю чуть больше яркость. Сохранила. После этого пользуюсь следующим моментом. Называется он выборочная коррекция. Я ставлю вот такую точку. Это будет яркость. Вы можете менять, что за выборочная коррекция. И двигаю вправо. И, соответственно, вы видите, как резко становится более ярким и заметным лицом. И весь фокус переходит сюда. Главное не перегнуть палку. Но вот так мне нравится. Чик. Можно немножко убрать. Отлично. Я бы еще здесь добавила. Отлично. Сохранила. И после этого я беру еще раз кисть. И еще раз прохожусь. Опять же, не забываю менять на экспозицию чуть меньше. Лицо. Передний план. Шея. Главное, чтобы шея под светом не отлучалась от лица. Чик. Что я делаю достаточно часто после этого? Если, например, у меня, видите, такой совершенно безликий кадр получился. Потому что очень тусклые элементы. Что я делаю? Я беру кисть. Нажимаю насыщенность. Слегка ее убавляю. И вожу по листве. И вы сами можете видеть, как она ярче становится. Надеюсь, вам видно. Следующее, что я делаю. Перехожу в искокам. Я не знаю, кстати, как правильно он называется. Может быть, VSTO. Импортирую. Что-то она не заимпортировалась-то. И многие меня спрашивают, какими конкретно фильтрами и в искокам я пользуюсь. Мой самый любимый и тот, которым я всегда пользуюсь. Это HB1. Но фишка в том, что я его не до конца движу. Потому что тогда кадр очень некрасивый. Неестественно, лично для меня смотрится. Я останавливаю его где-то на середине. Приблизительно до 5. Иногда 4 с чем-то. Вот так. Нажимаю сохранить. Сохраняю в фактическом размере. После этого... Я знаю, что много шагов. Захожу. Выбираю фотографию. Добавляю еще, вы не поверите, чуть больше экспозиции. Да, вы думали, все так просто. Фиг. Добавляю ее и в кадре. И после этого моя самая любимая часть. Это я беру резкость. Именно резкость и не структуру. Здесь же. И добавляю ее практически до максимума. Потому что тогда, лично для меня, кадр смотрится более фотографично. То есть тем, который снят на камеру, а не на телефон, более четким. И мне очень нравится. Видны все детали. Сохраняю. И сохраняю. Еще одна фишка, которую я достаточно часто делаю. Сейчас вам покажу. Я пользуюсь приложением Unarm. Я не знаю, как правильно оно считается. Это приложение, которое тебе показывает твой нынешний Instagram feed. И ты можешь добавить туда новую фотографию. Для чего? Просто для того, чтобы посмотреть, как она смотрится со всеми твоими предыдущими фотографиями. Понятно, что здесь у меня уже есть это. И все. Я захожу в Instagram, выбираю эту фотографию. И никогда не выбираю просто в квадрате, а в полном размере. Могу немножко подвинуть. Далее. И в самом Instagram иногда еще больше выбираю яркость. Потому что мне нравятся светлые фотографии. Дальше. Выбираю высветлить. И еще высветляю. Да, вы не поверите. Еще больше резкости. Чик. Все. Теперь мне уже все нравится. И после этого я могу публиковать эту фотографию. И, собственно, я просто ее сброшу. Вот она в конечном результате выглядит вот так. Ну, здесь я немножко по-другому сделала. По-моему, я здесь больше чуть-чуть не сделала. Но, в общем, результат точно такой же. А теперь давайте я вам покажу, как я предметку редактирую. Потому что здесь и немножко проще. И лично для меня еще интереснее. Потому что с предметкой можно поиграться. Итак. Я после этого обычно все чик. Охраняю. Удаляю лишние бэкапы. Захожу в Snapseed, как обычно. И этому же предметку. То есть просто стул, сумка и так далее. Избранная. Видите, очень темный кадр. Что я делаю? Естественно, сразу я иду в коррекцию. Делаю кадр более светлым. Делаю светлым просто на свое смотрение. Насколько мне нравится. Пока что. И как раз с предметкой можно поиграться. Сделать его более светлым, чем, например, лицом. Потому что там будет явный пересвет. Дальше добавляю контрастности. Дальше световой баланс. И вывожу его вперед слегка. Для того, чтобы передний план опять же был более высветленным. Сохраняю. Кисть. Экспозиции делаем чуть меньше. Делаем еще светлее. И вам, по-моему, достаточно хорошо видно, как я светлее делаю кадр. Чик. Сохраняем. И сохраняю эту картинку. После этого я захожу опять же в Darkroom. Очень хорошее, кстати, приложение. Насколько я помню, оно платное, но не сильно дорогое. Там что-то, кажется, полтора доллара. Поэтому лично для меня это стоило того. Но я же частично инстаграм. Это же еще моя работа. Так, в общем, я отвлеклась. Я убираю немножко желтизну. И в этой фотографии, знаете что? Я вот зеленый, наоборот, добавлю. И добавлю красный, который вы видите на цветах. Давайте посмотрим, как она изменится. Сколько более. О! Вы можете увидеть, как подушка меняется в цвете. Отлично. Экспортирую. И точнее, не изменить оригинал. А именно сохраняю копию. После этого я захожу в Facetune. Для чего я захожу сюда, если здесь никакого Facetune нет? Это... Чик. Я беру детали. Этот инструмент, и, как я уже говорила, делаю чуть большую детализацию. Как видите, все действительно стало более четким, зернистым. И как раз в предметке мне такой эффект нравится. Дальше я это все сохраняю. И последний этап, конкретно для такого типа фотографий. Беру скокам, загружаю фотографию туда. Перехожу, как обычно, в HB1. И мне кажется, честно говоря, что это тоже один из таких ключевых элементов. У меня все с одним фильтром фотографии. Той или иной степенью интенсивности. Тем не менее, это позволяет какую-то когерентность создать. Общность в фотографиях. Здесь можно поиграться и сделать более светлым, например. Потому что эта предметка, и здесь пересвет не настолько заметен. Я оставлю где-то на 6,2. Мне такой вариант мне нравится. Сохраняю. Сохранить папку. Фактический размер. И после этого, что я делаю? Я захожу в Instagram. Беру эту фотографию. Опять же, даже предметки я делаю в полном размере. Мне так больше и в своей ленте. Чужие фотографии нравится смотреть, соответственно. И свои я так редактирую. Перехожу в редактирование. Делаю еще больше яркость. Гаркость. Готово. Чуть-чуть высветлим. Если все предыдущего было недостаточно. И добавляю резкость. И навожу ее. Смотрите, так будет too much. Поэтому я оставляю где-то вот здесь. Все. Кадр готов. И в результате, я просто этот не буду сохранять, спросить. В результате он выглядит в Instagram у меня вот таким образом. Здесь я даже чуть меньше резкости сделала. Собственно, вот так и выглядит редактирование моей фотографии. Мне кажется, на самом деле, что разницы между моим полным ростом и моей фотографией крупного плана практически нет. Потому что обе были в темноте. Поэтому я думаю, что на этом мы закончим на сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях внизу. Я постараюсь ответить. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого дня. Продолжение следует.